Почему у меня нету тяги идти на лопату? Почему в тюме, мужики, будут другом в шапу? Ха-ха-ха, ебан... Не, начало мне уже нравится. Это шо? Не, ну, первый класс это классика, ребят. Просто вы не шарите, вы изумеры, не шарите. Мы это говнище, то, что вы сейчас услышали, слушали в школе. Когда я еще был пиздюком, в школу ходил. Вся школа тогда слушала вот этот трек. Не знаю, почему люди меня не понимают, почему цыганы моются, но все равно вновь не... Блин, шо за пиздец, блин, кто это? Где папич? Шо за трек это вообще пиздец? Почему именно этот трек? Там 18 плюс должны были дать. Почему, блядь, шо за... А я ебу что ли? Кто это? А я ебу что ли? Олег какой-то. Я думал... Какого хрена? Я думал, сейчас папич типа едет на крутой машине. Типа папич сейчас из машины выйдет там в какой-то одежде, там Луи Виттон, в очках, крутой такой, типа. Тут просто какие-то непонятные люди из машины вылезают. Так, здравствуйте. Привет. Саша, нам че, куда? Че, куда, еб? Привет. Наши долго. Маша Шейди. Так, как вы поняли? Маша, ну, в ответ должен был свое имя сказать, там, приятно познакомиться, он просто игнор. Зигма. Что-то вам уже объяснили или нет? Ко мне должны были прийти стилишки. В Шейди. Так, понимают, что они. Это мы. Это Никита. Он, как и все, хочет стать предпринимателем и построить свой бизнес. И его так же, как и тебя, достали успешные бизнес-коучи во всех соцсетях. Как и все, он сравнивает себя с ними, стрессует и хочет прийти к заветному успеху. Однако все попытки заканчивались лишь передачей денег для обогащения очередного наставника. Так было, пока Никита не узнал о Рестаде. Теперь все знания и инструменты Никиты в одном месте. А так же его окружают сотни сильных партнеров и единомышленников. Оказывается, круглосуточная поддержка его дела. Рестаде. Результат неизбежен. Присоединяйся. А 990 рублей. Ссылка в описании. Стилишка. Большая идея. Это мы. И они должны мне рассказать, вернее, показать, как я должен одеться. Садись. Собственно, самое главное, на что я надеюсь, это то, что, не, я тут уже, наверное, постою. Нет места вам. Хотя, вот есть. Самое главное, что надеюсь, это то, что одежда, которую мы сейчас пойдем, которую мне покажут, которую мы купим, то, что она мне остается хотя бы на будущее. То, что я ее не отложу в шкаф навсегда или не выкину. Ну, слушай, стиль это путь. Может быть, ты когда-то придешь к очень странному, не очень обычному, очень веселому. Поэтому все может быть. Слушай, Виталик, а у тебя вообще много вещей в гардеробе? Не очень. Я считаю, есть только один стиль. Удобство. Я верю только в один стиль, да. Кстати, это тренд, комфорт. Тренд, да. То есть все расслабленное, все такое. Луз. Ну, да. Луз. Виталик. В, бля, луз. Помнили, да, тот видос с женщины? Фабрик. Вот. Оверсайз, поэтому оно и пошло. А зачем вообще когда-либо людям что-либо носить, кроме комфортных вещей? Стейлз. Ну, знаешь, раньше в девчонке там корсеты, каблуки, все такое, теперь уже такой пацанский стиль. Что такое одежда? Что такое одежда? Что такое одежда? Что такое одежда? Броня на тело. То есть это инструмент. Броня от элементов. Неудобную одежду, с твоей точки зрения, можно найти. Бля, папич, всегда так неловко прям. То есть, ну, по нему виду он прям такой, блядь, заебали уже, сколько можно всю эту херню снимать, дайте мне уже дома посидеть одному. Впечатление других людей. Ну, то есть, одежда это инструмент, достижение цели. Ну, что, и дело почти все люди. Почти все люди. Поэтому вот для этого. И вот сегодня мы, я думаю, с тобой попытаемся чуть-чуть вытянуть. Мы сегодня, знаешь, как сделаем одежды на эмоции. Мы тебе сегодня таких эмоций захерачим просто. Все офигеют. Надеюсь, не негативных? Нет, хороших, хороших. Ну, кто-то знает. Ты вообще, ты себя, ну, не узнаешь, ты себя будешь по-другому совершенно ощущать. Нет, я хочу посмотреть на папича в какой-то другой одежде. И это даст тебе, я думаю, какой-то буст, может быть, в твоей энергии, там, в развитии даже. Я не думаю. Слушай, расскажи, пожалуйста, вот, например, представь, ты идешь по улице. Да. На тебя смотрят людишки. Да. Людишки. Тебе на них, конечно, похер, но они тебе что-то, а тебе что-то думают. А ты вот на пике своей формы, вот, выглядишь как надо. Это сейчас папич на пике своей форме, формы. Смотрят, и они думают. Он такой. Какой? Какие пять прилагательных они о тебе думают? Ёб твою маль, блядь, что ты каким-то тупым вопросом его загрузил? Какая, как, откуда я знаю, что они там думают, блядь? Я, значит, иду по улице, я каким-то образом оказался на пике своей формы. Да. Что было вероятно, учитывая мою лень. Далее, я в чем-то одет, да? Да, да. И я должен представиться. Вот ты одет, как, вот тебе супер нравится. Я должен представить, что вам пять каких-то прилагательных, которые обо мне думают? Да. Блин, там мне даже три будет сложно придумать, потому что настолько мне все равно... Мне даже одно сложно придумать. Мне даже... Легенда лучше, красивый, умный. Три будет сложно придумать, потому что настолько мне все равно... Поправы. Я не знаю. Накидать вариантов? Давай, накидай. Красивый, умный, сексуальный. Сексуальный, интересный. Поху плюс, поху, плюс, поху, плюс похуй должно быть. У папича. Мужественный. О, да. Удобный. Удобный, да, комфортный, ага. Комфортный. Блядь. ублюдок можно словосочетание я не знаю я не готовился ребят я не смотрю мне настолько я не знаю что здесь было бы не задумался быть вещах потому что мне ставишь такую ситуацию которую не попаду то есть ну я ублюдок кстати я я думаю что люди которые видят меня на улице только так и думаю улице и начинаю думать что вы не думают другие это вопрос наверно про то как ты хотел бы себя чувствовать это просто вопрос да про то что ну какой стиль ты хочешь здесь вам врата в ад открыл просто вот как они сидят и этот просто что я тебя не звал прошу вас так не выражаться вам известны правила приличия ебать не должно как тут сижу выражаясь эти вообще не звал ты чего вылезла мне тут командуешь как я должен общаться у себя на стриме есть темы в которых я могу ошибиться лучше молчу да вот и помолчи охуевшие я просто при почему чтобы это было одновременно и внешне красиво и например вот пример типа брюки джинсы да к примеру из таком если нравилось когда ты помню купил классные джинсы открыта босс и мне нравилось то что они стречу это что могу в них ногу так и понимать как угодно да то есть растягивать мне кажется вот в идеале было бы найти какие-то брюки и либо джинсы которые ну который можно будет растягивать как называются устрачивая только полностью стречу и когда или в котором грубо говоря можно на шпагат сесть вот такие я хочу умеешь то есть брюки или джинсы они как спортивные штаны грубо говоря поганта брюки либо джинсы вот эти условно ты хочешь себя чувствовать красиво для себя про ебать давайте уже приятно внешне это в деле должен быть черного цвета то есть вся моя одежда в принципе в темных я не планирую здесь ходить в этой одежде скорее всего а там может быть я на будущее оставлю ну в любом случае как тут дубайски ходить в чем-либо вот полностью закрытом я привык тут шортах ходить либо это в футболке душа жарко будет банально а если что-то зимой он там с контрастом черный с белым например миксануть или ты прям чисто вот хоть я хотел бы что было все темно я не белое мне кажется вообще это не моё это важно может как темно-коричневый какое-то даже не то что белое не моё я еще не люблю то что белое очень легко пачкается это тоже чисто такие предпочтения связанные с удобством потому что любое белое вот допустим как у него рубашка но вот любой вот я даже буду есть яблоко укусил сильно яблоко сок полетел с яблока на белое и как будто уже пятного как будто для белая кофта как-то ну типа неудобно тут факт реально белая часто марается какой-то там что-то чуть-чуть блять попадет и все видно в общем подытожим у тебя темный удобный должен быть лук который нет чеснок отвратительный то есть должен ощущать себя красавчика в нем чтобы это было приятно мне неважно выглядела какие-то такие вау подберем вы можете просто предлагает но это не значит что мне это понравится я соглашусь прям носить да то есть мы будет конечно можно предлагать должны в любом случае подготовим нас есть тазе чтобы в целом тебя домашку чтобы тебя будет там три стиля опиум это что-то очень черно опиум чего осуждали ложная объем это вот классика представляю и спорт стрит что-то вот ближе к тебе чуть-чуть мы все-таки это фэшн поиграем готов не лежу быстрее закончен на самом деле погнали погнали пойдем нет саша же сядет я не понимаю куда нажать-то блять о нихуяйте ебай ебай крутой едет ты бля нечестный вау 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 бля байский шейх едет закупаться что надо начать это такой стиль когда ему будет и комфортно и более-менее привычно а потом наведем осложнение доведем до пика до пика а потом просто то что вы удивим поразим опиумом твоим да потом то что попроще чтобы было на стрит если сразу болинсягу подсунешь он скажут ребят вы чего алло конечно потом будет на все готов но не безумно интересно вообще что из этого эксперимента будет закончим фэшеном или просто даже таким легким легким повседневным фэшеном удобным от вас задача писать свои мнения про каждый образ вот там вот обязательно комментируйте подсрать папича давай сюда что вы скажете вау 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 так оваля сука приехал бля бандит о я был здесь прям здесь вот гулял я ходил по земле где ходил папич даже на этой лестнице поднимался точнее на ворот это папич ходит там где я ходил как тебе люди которые но в дубае русские арабы как тебе нравится как они одевается что русские арабы нравится не нравится что-то но рубли屍 феста как роботы сейчас прозвучал нравится как они одевают что нравится невероятно что странно что за скрежет буду тумбочку подвинули особо обращаю внимание но в целом скорее нет не знаю да мне в целом не нравится не знаю одежда людей планируется мере ничего нет кого не замечаю так сказать что это за бренд дешевый это типа свитерка на молнии да выглядит неплохо кстати но это ж зимняя одежда больше осенняя зимняя она может идти на смотри как второй слой это что у нас срыв майка они занимаются ли здесь вот как ты сказал комфорт дать его не будет короткая на меня не у меня такая проблема с одеждой что у меня бывает м как л а икса как л и наоборот бывает л как excel или так джинсы сразу говорю мне не понравится хотя ну хотя может быть ну как давай примере посмотрим и еще я тебе подобрала брюка черных но они более такие привычные давай быстрее черного там мало черного а чё они ушли оттуда почему не такие бренды как лоропьяна не делать черное как правило это прям люкс 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 топ и топ тихий день как правило это коричнева гамма это что так подожди шо сидят нарциссы которые считают себя крутыми за счет дорогих и стильных вещей говорят папичу которые считают себя который считаете аполлоном красоты в любой одежде что он лох потому что не желает себя продавать другим внешне убери у этих идиотов их одежду и они автоматом станут никем с ними с папич одежду и будет хайп и бать ты выдал бежевая когда ты спокойно незаметно но очень роскошно камин собака сигара какая сигара этот какой камин вообще-то все на этом черного тут как просто хуже кроссовок вот на это накинуть вот это завязать на рубашку я на свадьбу уже просто по ходу начинаю собирается новый образ взяла комфортные вещи long слив вот такая рубашка я можно как второй слой носить пола виталик смотри да вот смотри по ходу смотрел он к слив по поводу марганал тебе уже написали что это можно носить как вот на голое тело на футболку или просто ну просто кофта до или накинуть на рубашка она как второй слой вот это плохая рубашка сразу говорит подожди ночь она очень плотная неприятная на ощупь это и пуговицы мерзкие витали красивые но они некрасивые вот это не должно быть ну какие-то пуговицы откили олдовые пуговицы а примерять-то он когда начнет смотри это будут тогда светлые были мне вообще это вот мне очень нравится прям очень нравится а если вот это примеришь да оно светлое но оно мягкое давай пробуй ну это хоть можешь попробовать но это мне точно не понравится это пуговицы особенно ужас так тут хотя бы пуговицы более меня эстетично так что он считает меру что меры сейчас принесут размеры эстетичные для тебя пуговицы однотонные перламутровые ну я бы не сказал что идеально надо по крайней мере получше полоска вот это блин вот это была черная черная полоска но я не такие цвета я все по жизни носить не буду ну просто то вот как-то прямое настроение все что сразу с белым я думаю мы не будем навязывать тогда это померить это нужно потому что это надо я не за если что образы всегда иногда меряем на будущее это то а как это могло бы быть если мы не попробуем ну ничего и будем только в привычную историю играть ничего нового не в стиле не в жизни и в идеях нам не приходит твой бюджет 5 тысяч долларов на один лук мы укладываемся прям стоимость одной вещи 5 тысяч долларов если какая-то легкая вещь может быть баксов 500 а так тысячи полторы и рубашку пола за сколько там у меня не одеть что уже понабрали лучше такой потемнее ага давай новичку мягенькая так это супер шерсть супер шерсть земля я кстати супер шерсть да почему он вообще что-то выбирает они должны ему полностью выбрать он должен просто лурот закрыть и принимать то что они ему дают а он должен потом примерить и мы уже должны делать выводы типа реально ли ему подходит или нет он что-то спорит заранее еще не померив одежду брюки да брюки пола и кофточка чтобы они тянулись они такие более классик но видишь они зато из ткани то есть три шмотки пока проверить начиная с брюк вот это я это отдельно лонг слива это это а нижний друг на друга нет нет давай вот это с этим сначала я пошел ох еба блять но на нем вся одежда выглядит как-то одинаково что ли он что там бандосом был что здесь такой же бандит блять только теперь уже дорогой ля вылез нахуй ну чё сказать ебать зажатыч не ну чё ты как будто бы блять как будто бы знаете любая одежда даже если самая дорогая на нем начинает выглядеть так как будто она стоит 2 доллара ну то есть как будто бы все одинаково то есть ему что самую дешевую одежду на тени на него что самую дорогую а все равно это будет выглядеть вот так по простому скажем так вот когда эти все с резинкой в относится как будто руки чуть поднял блять тут на самом-то деле ничего такого особенного на него не надели я считаю вот лучше бы ему дали какую-нибудь рубашку да на пуговицах вот этих вот до пиджачок что-то такое короче да экстравагантная что такое да как как у маэстро например а они ему дали просто кофту блять и просто штаны которые выглядят просто вверх его так она реально вы легкий выпуск для того чтобы у тебя к пропорция все сохранялась и потом лежало это нормально и когда носили двигаешься вот тут сразу колхоз почему-то что называется но по опыту вот так просто вот потому что так и к по комфорту в том числе если ну то есть она не будет у тебя подниматься или куда-то просто по привычке стягиваются типа надо приподнять внизу не надо выше вот она смотри вот так вот уже сидит как она должна быть и что будешь давать садиться она всегда будет вот в таком положении дальше и пропорция ну не знаю у меня тоже есть привычка когда кофта какая-то или рубашка вот так приподнимается вот так рукой и опустить вниз потому что когда у меня кофта вот так начинается приподниматься у меня член вываливается то есть ну буквально видно как торчит хуй такой бугорок здоровый и мне некомфортно становится то есть я иду у меня приподнятая рубаха блять и члену так я и как бы я эту рубаху вот так вот об и как бы снова скрываю его пошел там плюс свои скидывайте условно люди тебя видят привлекательные люди видят писью ну вот так давай чебанут это что такое сейчас было и вводите все подвесе 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 давай как бы азач ебать балерина ты посмотри влейше делает это вот так проверяет одежду свою на это что это стресс-тест на шпагат можешь не наполнил а сейчас сядь блять порвется что потом делать планируем были бы молнии на что на помощи круто потому что ну как бы без молнии или но это не люкс но ты сидишь в машине у тебя телефон ты не заметил то есть получается в любом случае если ты носишь подобные прикиды ты обязан сама носить сумку какую-то или что ты вещи потеряешь попросту а что ты с собой носишь ну деньги телефон я потеряюсь и я не буду иметь карманы окей ну это пойдет это неплохо но суть в том что я в принципе я такой бывало носил сам ну как бы чего-то такого необычного есть еще один нюанс ну это просто кофта это грубая просто кофта у нас есть нюанс то что может быть хорошо а ты говоришь ну дарис херня так давайте в том числе послушаем мнение людей ну то есть так смысл они же не онлайн говорят они потом не дарина все почитаем и поймем называется водолазка это что водолазы носит или с этой хуйни от под воду прыгать они должны быть водой лазить типа а зачем другие брюки стоп как связано с водолазами да хорошая че просто там вот есть светлый комплект мы хотели попробовать на тебя светлые брюки нет не светлые брюки средние брюки есть очки какие-нибудь очки только такие честно не знаю как по форме лица я одну хуйня жену это выглядит намного хуже это прям реально выглядит не очень это точно стилисты какие-то это выглядит ощутимо хуже во первых поднимаю руль она за мной летит и выглядит с этими штанами кринжево мне даже видно волосы на груди сквозь эту тему я могу взять свой волос эти брюки вам нравится эти брюки нет брюки не я сразу вижу это хочешь блять не хочешь давай надевай это прям даже мере антен может мы в зене купим то что я тебе подобрала не потрогал понимаешь она супер неприятно внутри чем здесь лора он неудобно будет но будет удобно неприятно это не мое серьезно прям не мою обувь как обувь нормально давай набивай так ну чё красавчик можно повыше пожалуйста на их отвернуть не бля ну теперь похож на какого-то ctc кашника если честно то не в такой же форме примерно ходит расцветка я имею ввиду реально чтоб чтобы она слишком простое блять мы сюда пришли на это смотреть что подворачивать подвернуть материал супер неудобно и они еще чувствуются тяжелыми они как будто тяжелые то есть как будто как каждый мой шаг вот смотрите я буквально я же колено даже только не понимаю но каждый мой шаг чувствует усилия прикладывая реально зеленский за момент ты не ходишь вот с коленками вверх во-вторых для каждого я поднимаю колено ловучка и выпускные просто иду они как нужно они растянутся потому что это свежачок только с дерево сорвали яблок для реально зеленский во-вторых для спорта а это более для так что воротник так что воротник так что воротник Это изнаночная сторона. Ну и что? Не, не, ну... Не, не важно. А, реально? Он изнаночный. Реалистично. Он изнаночный. Как же он изнаночный. Ебланоч. Они предлагают норм-варианты. Он говорит, это хуйня по КД. Одевает то, что ему нравится, говорит хуйня. Долбоё быч, блядь, не даёт им норм подобрать одежду. Ой, блядь. Знаете, зачем это? Ну, тут... Да, реально, заебал. А я буду носить лоробиана ватток. Но заметьте, как сделаны все аккуратно швы, что даже незаметно сразу... Вот есть футболка, смотри, ещё. Она очень приятная, тактильная. И рубашку сверху. Да, фу, локань, баха, фу... Блядь, от этого лакшери дорогущего бутика из-за папича вайб ёбаного нищего рынка. Фу, локань, баха. Давай её и... Эээ, да норма. Умер, или рубашку сверху всё сделаем. Так что она, я переодела? Окей, без проблем, мы поняли. Я согласен, они смотрятся хорошо, именно с этой кофтой. Ну а что смотрится хорошо? Что толку не с этого? Я же буду в этом ходить постоянно, а что вместо этого... Здесь вот куртка прикольная. Ну тебе нужно будет там, не знаю, ветерок подует или... Так я лёгкую курточку просто надеваю. А, ну это есть куртка. То есть это просто как ветровка. Она очень неприятная. Очень, очень неприятная, очень неприятная. Очень неприятная. Прямо. Замша это очень дорогой материал. Очень неприятный. Очень статусный. Я уже устал. Но она, это лён. Это натуральный материал. Я согласен. Подбирать одежду, ходить покупать одежду, себе это пиздец выматывает почему-то очень сильно. Ну вот лично меня, например, тоже. Ходить, искать, мерить, примерять, блядь. Это вообще как будто потом, я не знаю. Такое ощущение, что она заводит, сутки отработал. Пофеозия. Не? Мне вообще не нравится. Ходить одежду, покупать это самое неприятное вообще времяпрепровождение. Дело в том, что иногда людям, ну то есть иногда очень люди могут носить простые вещи, но выглядеть очень стильно и очень сложно. А иногда наоборот. Человеку надо дать очень сложный образ, чтобы он стал выглядеть круто, современно, интересно. И вот у нас второй случай. Давай уже. Эти два стилиста выглядят как мама с батей, которые таскаются с пиздюком и выбирают ему одежду ХД. А, нормально, да? Отлично. Вот папик сейчас, это я, когда был школьником, и меня мать соскала по рынку. Реально, на рынок ходили одежду покупать. Я на картонке всякую хуйню примерял. Просто каждый видос с папичем это ебаный кринж. И я не могу понять, это проблема в видосе или в папиче. Даже не знаю, мне кажется, второе. Просто бывает, ты потом только попозже узнаешь, начнет тебе обувь натирать ноги. Здесь она немножко большая. Папичи. Ну ты, кстати, сейчас смотри, видишь в таком стиле тебе как вообще самому? Ощущение какое-то поменялось? А что еще в другой стиле? Это же, по сути, я просто надел кофту. Ну, это такой стиль, знаешь, он минимализм, так скажем, но при этом роскошный. Ну, в плане того, что тут крутые материалы. Я просто надел кофту. У меня такие кофты были дома тоже. То есть ты себя особенным каким-то не ощущаешь в этом? Нет? Единственный вариант это найти какие-то брюки идеальные и рубашку. Желательно шелковую, черную. Шелковую, черную. Да, вот это такое я не надевал никогда, но мне кажется, вот такое могло бы подойти. Давай пока попробуем это. Да, давай попробуем это с этим и вот этим. В общем, попробуем. Возможно, твой желанок мы делаем четвертым сегодня. Сейчас попробуем. Вот сейчас будет нормально. Футболка короткая. Вот это жених, ебать. Поднимаю руки, начинаю прямо вот так вот подниматься. Так. Короче, это вообще не подходит. Я вообще чувствую себя как жёлтой рубашки. Лара пьяна, not approved. Почему, партли, партли, я пробую. Блин, ну оно выглядит даже по-бомжавски. Покажите нормально, блядь, сразу. Почему оно красиво? Почему оно такое неприятное? Тебе неприятное? Нет, просто для меня очень приятное. Тебе оно приятное? Это бы ничего особенного вообще. Они наоборот, да, они добавляли софт. Я не могу к нему прикасаться. Такой Зеленский, теперь шевцов. Они специально наряжают на всех разных стримеров. Это японский шоу. И политиков. Смотри, короче, вот что я понял. Эта компания продаёт ткань. Она производит, продаёт ткань. Это лучше ткань. Знаешь, человек, когда потрогал мел, и у тебя руки... Ах, вот это вот оно. Я трогал, и такой, блин, спасибо, что вы принесли её. Пиздец, я бы это не купил даже за 500 гривен. Вот наш слой. Так, мы берём это. Ну вот сразу человек стал похож, когда обратно в свою одежду вернулся. В какой-то веке расходы с карты идут мне... Ну, не то что мне в карман, но хоть на меня. Какая бы ни была обувь, дело в том, что у меня есть мои элитные стельки вот здесь. Понимаешь, стельки? То есть мало выбор хорошей обуви, нужна ещё стелька хорошая под неё. Раньше, когда покупали одежду, дворяне разные, они своим холопом давали разнашивать и потом носили сами. Гениально. Я думала. А это кроссовочки с дырочками. Похоже, на самом деле, немножко. Я себе представляю рубашку, как, например, у Тони Сопрано. Чёрную. То, что мы тебе приносили с вот таким вороном... Тебя, он себе Тони Сопрано представляет? Примерно та же эстетика. Тони Сопрано, 80-е, бандюки, Италия. Бандюки. Только не с широким... Не с широким... Бандюки. Итальянцы всегда носят вот эту ерунду. Вот ты... О, блядь! Тони Сопраноч, нахуй! Это божественно, шортики! А шо тут, блядь, божественного? Это выглядит так же, как и его One Vintage, только чёрного, блядь, цвета, без логотипа. Так, это мы купили. Вы имеете в виду вот эти тоже, да? Ну, всякие бирки, да. Хотя... Нет, давай. Фатя из толчка вышел. А вдруг снова переоденешь? Ладно, ладно. Ладно, останьте. Но оно реально мешает. Когда наносишь, оно что чувствуется? Хамач? Хамач? Три, четыре, пять, шесть, семь, 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 семь... Чего там, блядь, 38 миллионов? Чего оно так дорого? Я за свои деньги никогда не купил. Получается, где-то за каждую шмотку в среднем 2-500 долларов. Спасибо. Ладно. А ему же не понравилось, зачем оно купил. Так, ну что, ребята, обошлось 38-300. Я не знаю, я не уверен, мне дали всего, ну, конкретно налички 15 тысяч долларов. То есть, получается, мы потратили больше половины уже или как? Я не уверен. Чего, блядь? У тебя 5 тысяч осталось. Мне дали только... Что? Подожди, кого? 15? Да. Сколько они эту хуйню потратили? Так у нас не остается бюджет на другие образы. Подожди, что? 10 тысяч долларов на эту залупу, блядь, которую он сейчас примерял? Он вообще все купил. И в Зеню поняли, что брюки хуже, чем мы купили. Хотя мы купили... Бля, вы хуйню купили какую-то, которая вообще никак... Ну, скажем так, не отличается от обычной простой одежды. Зачем, блядь, брать какие-то простые майки, кофты, которые просто одноцветные? Стилисты настолько модные, что баба одета в сеточку для фруктов. Видели такую на яблоках или гранатах? Ёбаный колхоз соевой чмэри. Бать, ты злой. Не, ну они просто ему купили максимально обычную одежду. Она максимально простая, никак не выделяется. Я не к тому, что надо выделяться как-то. Но все-таки, если ты тратишь 10 тысяч долларов, то, наверное, надо все-таки выделяться как-то, блядь, хоть чуть-чуть. Или не за дешево, но они... За 30 тысяч купили же там в прошлом магазине. Понравилось одно поло, но его нет в наличии, и только он... 7 ТВ заработал. Нужна Элка синего цвета, а там, короче, этого нет конкретно. Но снимать нельзя было, поэтому вы не увидите, к сожалению. Материалы, видимо, хорошие. Добряй, господи, кому не похуй. Это вот тот стиль опиум. Баленсиага, о! Необычность, условно, до пика. Пробуем, открываемся. Вот сейчас должно быть интересно. Короче, в чем опиум хол? Баленсиаги как раз-таки необычные такие... Это все черное, оверсайзное, драное. А, это что, дырявое должно быть? Это не обязательно, но очень сильно приветствуется. Это очень сильно оверсайз. Я не ношу дырявые вещи. Окей, есть дырявые, дырявые. И, как правило, это многослойность такая кожная, тяжелая. Мы постепенно повторим. Мы в итоге, скорее всего, возьмем что-то легкое, но посмотрим, как это может быть тяжелым. Да, мы хотим тебя посмотреть, чтобы ты на себя увидел вообще по-новому. Это уже заранее выбрали? Да. Вот, ебаня. Футболка у нас. Так, а зачем мне выбрали? Заразно, интересно. Потому что это вот круто. Это не круто, это даже примерять не стоит. Кстати, люди... Да сейчас будет... Да почему ты не будешь примерять? На самом деле, тут было бы забавно, потому что в Баленсияге, если его нарядить, он будет похож, знаете, на батя, который хочет выглядеть моложе. Делится на два типа, кто любит дырявые и вообще не любит. Да, но при этом почти все люди любят предъявлять за дырявые носки. А в чем разница, собственно? Это тренд. Это большая разница. В том, что... Молодец, естественно. Вообще, как на самом деле могут одеваться многие твои подписчики, твои фанаты? И мы хотим, чтобы ты попробовал себя варить в шкуре. В шкуре фаната, давай. Это приятная тема. Смотри, тогда мы берем недраны для начала. Да, вот этот вверх. А я хотел, чтобы папа... Это хэндмейд. Дорогой хэндмейд. О, блядь. Подписчики могут сделать сами ее. Нет, тут написано Баленсияга. Ну, то есть обычно... Ты можешь сам написать. Господи, какая хуйня. Баленсияга. Будешь Баленсияг? Мне кажется, это одежда бомжей каких-то. Все правильно. В целом, это стиль, именно вот стиль. Это Болштайл. Примерно того. Давай, короче, пробуем. Там, 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 там. Блядь, ну я не знаю. Да, нахуй, какую ему еще одежду надо, блин. Альтушки, альтушки вот-то одеваются и... Блядь, ну тут надо сверху что-то еще, блядь, господи. Что это за стилисты такие? Как это называется? Ну, наркоманы. Сверху надо что-то. А как можно носить вот это вот все? С обешатся булавками, дырявая одежда. Вот, кожанку ему давай сверху. Я думаю, я привлеку больше своей обычной одеждой. Кожан. Вот, смотри. Почему она такая тяжелая? Ну, потому что это серьезная кожа. Серьезная кожа. Да, все как. На самом деле, вот эта футболка будет проходить тебе и по джинсам, и с шортами. Сука. И с брюками вот. За 30 тысяч. Это серьезно ли это? Блин, ну по Дубаю, конечно, в таком... Ты на камерой говоришь. Нет, нет, серьезно тебе говорю. Вот эта футболка будет в любую образу делать уже с изюмом. Вот ты надел самую какую-то понятную картинку, и у тебя изюма. Пирсер. Знаешь, это как будто вот всякие какие-то спортсмены там одевают на себя жилеты. Перетя, как потягиваться, чтобы было сложнее. И вот ты надеваешь что-то и попробуй потягивайся после этого. Реально, ну утяжелитель для спорта как будто. А как тебе джинс? Чего? Это джинс, называется? Да, это джинс. Пиздец. Ебать, обувь. А ты не чувствуешь в этом вот есть вот... Чего они не могут его издалека снять, чтобы в полный рост мы его увидели? Ну, ебаные дебила, блядь. Кто там на операторе, я не понимаю. Хулиганство некое, запреты, что ты такой весь плохой парень. Ты не можешь хулиганить в такой... Плохой парень. Держи, потому что ты не сможешь... Ну вот это ему идет больше, чем то простое, что ему до этого надевали. Никого догнать, ни с кем. Хулиганить. Подраться, ничего не сделать физически. Как ты можешь хулиганить? А хулиганить же можно не только физически. Ну вот тут, кстати, это что-то есть здесь. Хулиганить, хулиганить физически. Я же информационный жильяк у нас. Вот если бы он так ходил... Блядь, еще... Нет, ему нужны были очки здесь черные, солнцезащитные. И вот тогда прям ебать на стиле будет. Прям байкер. Не обязательно физически это делать. Такую одежду тебе... А они ему дали очки какие-то конченые абсолютно. Не знаю. Тебя похоронят сразу. Так, все. Я продеваю боти, да? Да. А ты, я тебе мог ботинки? Пиздец. Не, ну блядь. Очки не те. Пиздец новый стилист. Увидела пирсинг на куртке и такая... ГГ. Пирсинг. Прикол. Бля, бля, сука, Микки Маус. Я вахуй. Ээээ... Блядя. Блядь. Мы сняли время. Я думал, его, блядь, как депутата важного хуя бумажного. Будут одевать весь в костюме ебать, как на выборы. А тут какое-то соевое шматье в стиле какого-то бомжа Карлана. Хе-хе. Сразу же похоже, что ты какой-то курс собрался продавать. Да, да. Инфокурс какой-то. Ну, это какой-то орутый человек, получается, реально. Не такую я хотел, но с такого выросла. Менее объемно. Показать вам, какие он хотел меня заставить? Не, ну нормально, слушайте. нормально нормально стилёво есть что-то в этом ну всяко лучше вот это вот его я не знаю какая-то просто не смог но бывает реально как у микки мауса но это просто пиздец я сейчас чувствую действительно другим человеком дебилом ряда нормально было мне понравилось я хз вот болин сяга ему идет далее у нас это бренд о мире вообще блять родился чтобы быть богатым сразу видно легкие шелковые как раз ты любишь чтобы ткань была приятная кожа черная рубашка который ты хотел но она такая это не однотонная она слегка такая бижонистая но тем не менее она и на ощупь бижонистая да но ее надо померить посмотреть здесь то что вот здесь это вот и удобно и приятно подойдем тоже базовые брюки слегка такой фэшн но это уже какой-то стиль восточный что ли то есть но нет вот хотя ему может такой конечно подойти футболка вот это вот уже чисто а руту какому-нибудь такой супер мерзкий я такой не стал с таким принтом я бы ничего носить в своей жизни тапочки что по улице серьезно виталий же легенда виталий легенда рубашка маленькая что маленькая сейчас на roastop наверно беру больше на это будет в этих местах большая короткая короткая а вот здесь смотри вот я могу порвать самое главное это носки в тапках не хуйня боленсягич лучше красавица выходи карманы карманы собственно нахуй поменялось охлаждает приятно нравится минималистично и модно просто все больничный вариант из 10 насколько ценишь вода от лук с тапочками или без тапочек просто зачем тапочки к этому вопрос есть тапочек нос носками нравится господи только начинаем здесь шорты оставляем меня вверх уже показаться откроет бля ну нет ну и тут какой-то школьник я не знаю какой-то шкетыч реально там было комплектом чтобы этом на спине стейк написано тут опять же супер обычная рубашка такая пляжная обычная супер логичу действительно можно взять за тысячу легко но допустим сколько было тут стоило мне кажется вот опять же можно купить где угодно за сколько угодно и нет это было шутка это было это сарказм на самом деле несмотря на то что мы работаем и с люксом да вот мы сейчас по дорогим магазинам уходим я знаю что продается на садоводе то что покупают и водят из китая из киргизии из таджикистана то же самое что продается в заре в очень даме в масс-маркете это еще ко мне разница 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 в чем качество дизайн на крой по поводу качество ткани смотри деталь давать пуговка или вот ну как она выполнена просто божество прикольная такая черно-белая история ох ты ж блять что-то не то я не понимаю что не так наху муж лицо у него не такое муж прическа блять активность футболки они будут по из 10 цвет футболки ну типа обычный черный единственный плюс глубокие карманы у брюк тебе вот эта форма брюк очень подходит на самом деле не ну я так не думаю так но и менее нормально футболка брюки визуально сама ткань хотя нет передумал а реально штаны как волк из ну погоди и походка такая же ткань как шерсть ощущается немножко патрой-патрой колючая да колючий короче но мне не нравилось внутри ну как внутри 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 приятного и приятно но есть еще один минус такой важный смотрите брюкам все цепляется то есть мало того что они на ощупь неприятные к ней прицепиться абсолютно все наши блять ты как богатыч не должен вообще об этом думать чего там цепляется или куда цепляется богатые люди об этом нахуй не думают они отдают потом свои слуги блять эти брюки и они там уже сами решают вопросы чё и там прицепился чё нет бля стоп кадр такой как будто это зеленский даже лицо как-то так скукурузил лицо шаж в зеленского превратился потужина прикол еще а бывает обувь смотри вот мне большой палец здесь в притек я чувствую что в притеку большой палец но при этом везде много места во всем нам давайте джинсы мне кажется клево будет зайдут ну прикольно новая в твои налево достать воротик но то явно получше предыдущие а помнишь боленсяги черный мерил объем ну нормально нормально если с ней сравнивать не это лучше ну я согласен то что он не подходит грамма она почему-то выглядит так как будто как пижама реально то есть то что ночью надо все дома носить все что хорошего есть в этих штанах это вот настолько глубокие карманы и то что они супер приятные кстати все таки обувь не подойдет потому что палец большой жмет но при этом чувствую чувствую что вот здесь есть неудобная неудобная неприятная маленькая плохая но люди ждут хуйня опять выглядит как шкильник пошли туда еще в босс и все рубашку берем пригодится берем башку берем босс упа щекать это деловое было довольно комфортно и он летний легкий он приятных тел 500 долларов максимум стоит виталий виталий не просто одежду ищет он еще и за бюджет погнали пошли в юга босс идем хоть что-то сделаем то что он хочет а чем это плохая спортивная рыночного типа иногда ты не можешь написать словами кончиках пальцев смотри она для тренировки хорошо но для тренировки лучше купить там андер армара дидас nike что-то такое профессиональное да она босс ну зачем спортивная босс покупать а на каждый день оно тут не требуется это просто плохо это просто проверить это такое же было как ты взял а чего-то лучше а захваток давай попробуй одна тебе одна мне а что ты хочешь на этот цвет для вас можно козел либо тюрьмы как я на свадьбу нарядился чтобы пальчик так же нарядили у нас тоже противодействие между собой ну что идет красавчик похоже это хуйня простецкая ну господи боже мой я уже какое поло она просто выглядит по-мужски нормально я не вижу не минус у него минус она идеально у него да что она простое блин короче ему нравится счет попроще я понял вы ни одного плюса ахахахаха давайте знаете как блять ну это вообще ну а она как будто бы понимаете вот я не знаю как так сказать чтобы не обидеть папаню как будто бы вот такая одежда вот такая рубаха подчеркивает его деревенский стиль шоль я не знаю сиськи да нет ну как будто узнать деревенщина какая-то есть определенная одежда которая наоборот в нем эту хуйню еще блять больше подчеркивает консультант чисто продавец днс какого-то из мвидео блять подошел вот так вот к вам ага ну шо вам подсказать чего-нибудь колхозник ну шо то такое блять да и вот как раз таки баленси ага наоборот придавал ему какую-то изюминку да а это вот он приходит сюда такую его его тянет вот в этот колхоз непонятный блять его тянет обратно вот в этот вот спортивку вонючую взять азач пиздец размер побольше размер больше а почему у тебя вот я животик видно блять сиськи торчат вот болезнь сяги как раз таки это она убирала у него все понимаете не было этого всего видно уж там по свободнее формат такой да тут все сразу вылезает наружу блин говорит идеально да ты шо гонишь блять или чё я не понимаю вот это место он счастлив чего вы пристали ну блять можно быть еще счастливее если ты привыкнешь к другой одежде оно должно быть чуть по свободе коричневая же висела там и голубые джинсы коричневая ботёк прям вот такой компромисс смотреть ну это вообще пиздос блять очень базовое мужское понятное сочетание коричневый голубой давай тебе по коричневому объясняю всегда у нас дорогие предметы были из дерева из кожи это всегда коричневый тона не реально болото какой-то каловый цвет таки блять ну ты купил босс джинсы больше взяли который по сути я выбрал я протестовал хорошо зафиксировать потому что мне очень хочется чтобы это вот этот легендарная личность я бы не взял что ли кашеков вперед и когда мы это делается до позже она и больше всего болезни ага понравилась на нем ряда из жжок вперед не ощущения наоборот думал что как раз таки кань болезни ага или луи виттон на нем будет выглядеть плохо по колхозному а нет наоборот намного лучше было интереснее как-то что ли привлекательнее шо ли это маловато надо больше лучше сильнее выше я просто хочу моя жизнь была удобной обычно достаточно сделать один шаг чуть усилий и только через полгода через сколько-то месяцев человек готов к следующему шагу так и вышло сейчас хочется отметить что вот куча людей которые появились только-только это конец рабочего дня и в любой стране мира на шопинг надо идти в будни до конца рабочего дня это все очень сильно мешает для покупок папича бедному узнают да слишком часто бля какая zara господи ну вы еще в hdm блять сходите я не знаю ну как бы с такими финансами которые есть у папича идти в зарубля сейчас бирж куда для молодой войстин а то что скажем кардиган этой ночи горя джинс он на свои белая футболка у тебя не обязательно это с таким вырезом я кстати вот именно в глорию джинс я думаю папича бы с удовольствием спорт мастер бы побежал образоваться кардиган кардиган я делал свитерок который сам выбрал мне он нравится кстати под какой комментарий можно дать эту кстати неплохо да ну вот вот только вот так просто свитерок черный приятно свитерок ничего такого просто просто кофта джинсы колено не поднимается проживаешь полная хуи тень выкинет чтобы фиты понесли что никогда в жизни не смогу застегнуть их тут вместо ширинки вообще не не подходит к этой кофте пуговицы я никогда не смогу их застегнуть я только что пытался забил я их не застегнул вот этот который первый тебе по цвету голову молния это он не зайдет я за то что ты померил я против пожалуйста вот туда не бывало стрейча да это пиздец они будут носить вот те которые базовые зря маму вы проехали вы когда-то видели вы когда-то видели короче мужиков у которых много лишнего веса и они ходят в джинсах и они типа у них они огромные в этих джинсах они после этого начинают носить вот такие джинс когда я понимаю что не выглядят супер жирными в обычных джинсах она скрывает фигуру это выжается насмотрим типа супер жирный чел в каких-то других джинсах не будет выглядеть супер жирно блять ли он супер жирный мне кажется никакая одежда не поможет если тут супер жирный как она скроет твою супер жирность как бы ты на себя что-то не натягивал если ты жирный то блять чел это вот есть ты худой супер худой как я одежда реально может скрыть твою худобу оверсайз натянул блять и все и ты хочешь такой здоровый типы да я качок потом раздеваешься а там вот это вот а мне нахеря такие вот нибудь в чем смысл такого людей разная рассмотренность и как это работает он живет в одном контексте и для него одна рация будет выглядеть например кардиган это как дедов свитер а для меня например кардиган это последняя коллекция алё модеры были спанай лаку чинели и еще чего нибудь которая приурочена последняя последняя коллекция виду по пуччи я черный который вы блять ве вето по пичи купили в юга вас и мы пойдем искать им ремень и зато проверим вот тут ремнем и сейчас зайдем хорошим его возьмем пола на джинсы у нас все еще вопрос так ну все еще на черный джинсы у кого нигде и мы пойдем под них ремень найдем и на тут уже вот тут уже бандит реально в это уже чисто артем вульф сейчас пойдет просрочку искать не практически на играх не задираются насколько джинсы ну на пятерочку на пятерок затертый затертый людям надо понять но они неплохие ну раз дешево качественная хорошая одежда что делать как все ощущения от шопинга сегодняшнего подустал но явно мой самый длинный шопик жизни но ты доволен тем что мы тебе подобрали как это выглядит но я в итоге юга боссе все сам подобрал по большому счету но мне помог как тебя зовут еще раз саша помог ее больше русский а он был слишком сильно против против всего боги оделся влеть в артема вульфа и как бы я не был сильный дефолт глаза но это золото еще докупили ремень а все остальные вещи буду как-то так подбирать туда-сюда комбинировать друг с другом мы можем сврать эти образы чтобы дальше образы блять ничего не поменялось ты в итоге он остался в том образе в котором и было значит пользовалась чтобы это населось сочеталась между собой но счет рубашки на самом деле я уже передумал я бы отдал по-хорошему обратно мне уже рубашка не нравится один нужен объемный низ рубашка плохо сочетается с джинсами которые мне нравятся получается зумер и стилисты из тиктока развели скуфы на 20 тысяч долларов нужно только широкие шуту рубашка это реально у вас консален стоило чуть-чуть пиздец подходит где-то рубашка где-то рубашка она в черном пакете ты можно ставить прямо сейчас синие джинсы да вас синие будет не рубашку рубашку вот свитер мне еще очень понравился опять же тоже если просто выбрал с первого взгляда сколько это все стоило в общей сумме то что она визуально вроде как хорошая но она кажется очень большой рубашка тоже достаточно объем да ну говно такие джинсы с черной рубашкой ты че гонишь что как вам такое глядь вот эти стилисты вот так вот да вот так вот попробуй эту рубашку с джинсами попробуй носить если получится то все не знаю не обещаю это будет работать я не обещаю ничего домашка должна быть сделан так ну что все заканчиваем спасибо запрашиваю радость я реально устал эмоционально устал то есть у меня тело не болит но голова болит что это было ну и чё и как вам в итоге хуйня ну ладно